пришли мы с князем в магазин до рыбок смотрит так на них чудо малое ребята привет приветики сходили с князем в магазин купили продукты зашли еще в зол магазин купила ему капли от плохо же скоро надо будет капать для профилактики что еще вкусняшки ему немножко купила вот и стали уже во дворе чтобы он погулял давай посмотрели на рыбок князь молодец на голубей посмотрели сопли ручьем идут погода холодной разогрелась еще сейчас немножко этого погуляем и пойдем домой работу в принципе я уже поработала сегодня по фаберлик основное все сделала хочу сегодня сосиски в тесте сделать и еще там одно сладость забыла как называется если получится мы попробуем может тоже видео сделаю машина едет князь боится вылазить когда машины и люди да боишься не бойся где им эту подстилку ну что такое ты ищешь вкусняшку вкусняшку тебе дать да вкусняшку тебе дать сейчас да дожди вкусняшки немного да ну и то все же все машины поразъехались давай князь или выходи что там увидел к тому же какого или пойдем домой бог холодно эти таки стоят люльки не начали еще ничего делать видимо а они это он повесили уже одно точно ну что выходишь или домой пойдем то ветер дует мне холодно когда дует ветер сейчас наверно пойдем что мне холодно становится что я не так тепло оделась как думала если честно видимо чемалой вылез сюда под горку залез а все я думала же самый будет прикол если мне придется за ним под горку лезть если он пойдет туда вперед все тогда идем домой прогулялись каплю ну вот так выходим обратно ты обалдел чудик ты мы домой этот чудик я не знаю что он там увидел вполне возможно какую-то птичку или воробушка или еще что-то стояла тут переноска в лес уже опять в эту переноску вовнутрь так короче разов идем с переноски там доставай кое-что купила и распаковываем пакеты ты что вытворяешь это хорошо что я его держала за поводок если б нет убежал бы ну князь князь детский сад ты сюда такой куда спрятался куда спрятался опять ох и детский сад сейчас надо шлейку это снять да сейчас моему вкусняшкой заманим снимем шлейку так и погуляли экстремально очень я бы сказала все пошли очень экстремально иди вкусняшки возьми кс-кс-кс иди сюда сегодня у нас будет такой домашний влог может быть с приготовлениями вот сейчас я сварю пока что пельменей быстро с ярославом покушаем вот и еще знаете что в зоомагазине купила князю от блох пипетку барс форта называется от килограмма и более для котиков ну что периодически начала замечать что начал почесываться хотя вроде бы я это расческой иногда расчесывая опять-таки мы сейчас и на улицу ходим в подъезд он периодически выскакивает вот поэтому вот немного я ему капну это будет второй раз обработка вторая обработка его вот не знаю посмотрю потому что начал немного почесываться что-то мне так вот я замечаю что-то делаешь князь 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 что-то делаешь что-то делаешь но что ты делаешь попрыгуля ты вот сейчас мы покушаем сначала этого пельмешек покушаем тоже уже давно не ели ничего такого и потом наверное вместе с вами сделаем сосиски в тесте и еще одну сладость попробуем сделать если получится вот и еще видео надо смонтировать и кота обработать вот такие планы ребята будем начинать со сладкого делать сладкое потому что на сосиски в тесте у меня сардельки в тесте получается и они еще не растаяли полностью вот поэтому сейчас будем начинать со сладкого ну и постепенно я буду говорить что понадобится так первое короче что нам понадобится мука вода яйца масло сливочное масло и подсолнечное масло ну в принципе все то есть тут 5 ингредиентов получается то яйца масло сливочное масло подсолнечное мука и вода вот и мука и вода будет соотношение стакан к стакану то есть там получается если 200 миллилитров воды то где-то 175 грамма муки будет я просто взяла отмерила сколько здесь будет 200 миллилитров воды и отмерила сразу уже сюда добавила муку так как показано видео лучше брать большой сотейник но у меня нету поэтому буду брать кастрюлю так 200 миллилитров получается наливаем воды так что-то у меня даже не так уж и много получилось наверное поменяю 200 миллилитров я налила воды включаем газ и сюда нужно растопить 100 грамм сливочного масла значит ждем пока нагревается вода чуть ли не до кипения нужно ее довести и бросить 100 грамм сливочного масла у меня упаковочка здесь 180 грамм но я почти на поровну поделила с пострюкой кусочек больше тот и брошь туда и надо будет растопить я добавила сливочное масло и теперь аккуратненько все это дело растапливаем и когда растопится не доводим до кипения нужно будет сразу сюда добавить муку которая у нас уже подготовлена и лопаткой видео к по которым я делаю рекомендовано делать деревянная лопатка но так как у меня нету я возьму силиконовую такую лопаточку мягенькой нужно будет быстро 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 перемешать чтобы получилось тесто и потом будем добавлять еще яйца сейчас пока растапливаем маслица еще пару щепоток соли нужно добавить так все масло растворилась кипеть она не должно теперь нужно снять и добавлять муку и быстро 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 лопаткой все это дело перемешивать сейчас попробую и так короче мы кое-как перемешали быстро быстро и теперь поочередно вбиваем яйца туда и перемешиваем дальше 3 яйца понадобится так 1 перемешиваем 2 короче 3 яйца надо перемешать мы тут с ярославом вместе на двоих перемешали это тесто даже какое-то оно как будто бы как жидковатое получилось но не знаю а нет нормально теперь надо его в кондитерский пакет в идеале с фигурной такой виде звездочкой насадкой так как у нас нету мы возьмем обычный пакет плотный вот такой и сюда его затолкаем потом обрежем и будем выдавливать сейчас будем делать значит кое-как замотали мы этот пакет до такой в сковороду налили подсолнечного масла теперь нужно дождаться когда она уже хорошенько нагреется потом что делается на делается надрез да и выдавливаются такие как бы полосочки до сюда и обжариваются они потом кладутся в тарелочку и обваливаются в сахаре вот такая вот короче сладость получается по моему испанская или итальянская вспомню потом подпишу снизу такое чувство сложилось что мое тесто было жидковато вот у меня получились какие-то вот такие вот завитушки короче не знаю что с того всего получится посмотрим покажу уже по итогу у меня получилось вы знаете в целом неплохо но такой как я доделала эти штуковины черри забыла что пришлось быстренько их кинуть потому что были обстоятельства вот и пока мы ездили по этим обстоятельствам я еще тесто оставила на эти как его сосиски в тесте вот оно подошло там было со всеми вот чуть-чуть сейчас уже будем скоро доставать будем сосиски в тесте делать день короче сегодня вообще не задался поэтому будет только про приготовление конечно выглядят они как-то странно ну вкусные вкусные но жирные имейте ввиду жирные все-таки хватило сил у меня сделать еще сосиски в тесте на этот раз кстати знаете что я этот пергамент который у меня я его смазала маслом до этого я не смазала и сверху сосиски я яичком тоже не мазала уже он что я говорю так сегодня замучилась если честно морально и физически что и так молодец что столько всего сделала сегодня еще пришлось срочно кое-куда ехать нам вечером тоже немножко распереживалась если честно ну дай бог все хорошо вот так что жарим теперь жарим печем выпекаем сосиски покажу потом что получится смотрите буквально пару минут прошло час фокусирую какие пухленькие прямо не стали а и еще знаете что я этот раз тесто делала на воде предыдущий раз я делала на кефире по моему тут немного разлазится а и сейчас у меня не сосиски а сардельки и они походу я так поняла еще из сыра вот посмотрим что получится такие же прям пухленькие класс на 20 минут поставила но это скорее всего будет мало поэтому потом переставлю на чуть повыше уровень на уровень повыше на меньше на минут еще пять тоже ну вот как прошлый раз и посмотрим вот и яйцом не мазала получается это сардельки они сосиски и на воде они на молоке на молоке и смазала еще пергамент так что немножко по-другому на этот раз покажу потом что господи наконец-то я все это закончила кота тоже помазали этим от блок но так половину дозы я целую не мазала на него половину дозы только помазали вот все сделала чай и мне кстати два заказа сейчас надо будет оформить девочкам и еще хочу заказать себе у нас фаберлик есть витамин d князь не лезь смотрите что делает князь витамин d есть для детей для взрослых фаберлик через аптеку я нашла человека у у кого рядышком аптека чтоб пересекаться вот поэтому попробую заказать посмотрим